Привет, друзья! Вполне вероятно, что я что-то интересное на CS пропустил, поэтому делитесь, пожалуйста, в комментариях, что вам показалось интересным, чтобы и другие зрители видели, да и я посмотрю. Но вот сегодняшний ролик я хотел посвятить как очередным новинкам CS, так и некому анализу или даже разговору по душам после основных новинок CS, о чем я не говорил в кратких версиях. Ну и будет критика вот этих самых новинок. Дальше я затрону чудовищный маркетинг компаний, но начну с нового. Второе поколение VR от PlayStation, систему виртуальной реальности PlayStation VR 2 для PlayStation 5. Изображение формируется с полем обзора в 110 градусов, разрешение каждого дисплея не рекордное, но выше, чем у Mixed Reality, 2000 на 2040 пикселей. Дисплей OLED, поддерживается ямочный рендеринг и частота обновления 120 Гц. Привязка к пространству происходит из гарнитуры, также отслеживаются и контроллеры. Теперь еще отслеживается и взгляд, появилась такая обратная связь от системы VR. Как заявляют Sony, игрок может почувствовать учащенный пульс персонажа игры или ощутить удар, ну и тому подобное. Однако это всего лишь вибрация в гарнитуре, обратная связь есть и на контроллере. Насколько все это вместе эффективно работает, покажет время. Без уже подготовленных игр это, конечно же, не нужно, но вот Sony готовят свои эксклюзивы для новой системы. Скоро на нашем канале выйдет большой ролик про VR, и сейчас я сделаю пару спойлеров из этого видео. Как выяснилось в ходе ряда бесед, VR для развлечений, для игр, оказывается, используют лишь 10% пользователей VR-гернитур. И вполне вероятно, что новая система от PlayStation немного поднимет этот процент. Вот мы говорим о процессорах, видеокартах, мониторах и прочем, а Samsung показали банальный пульт управления телевизором. Пульт с фишечкой, он без батареек. Да, там встроены аккумуляторы, но заряжаются они солнечной энергией и энергией волн Wi-Fi. Вот такая, казалось бы, совсем обычная и в то же время необычная новинка. Как говорится, хочешь сделать мир лучше, начни с себя. Вот Samsung и начали, они снизили количество выброшенных батареек вот из их пультов. Теперь коснусь троицы Intel, AMD, NVIDIA, NSS. Не знаю, как у них там работает промышленный шпионаж, но то, что собирается показывать одна компания, совершенно точно знает другая. Intel шли после AMD и, видимо, знали заранее, что AMD будет показывать внутренние тесты и пророчить свой 5800X3D на роль нового игрового короля, сравнивая со старшим 12900K. Именно поэтому почти в самом начале была грубо вклеена информация о 12900KS. Ну и в планы снова не входило делиться какой-либо информацией, кроме завораживающей частоты из коробки 5,5 ГГц. Чтобы зрителю стало окончательно ясно. AMD сравнивали свой 5800X3D не с тем процессором. Вот он, типа, король. На этом, собственно, и вся медийная конкуренция. Если бы Intel не привели дополнительный брифинг, было бы вообще непонятно, что они запускают оставшиеся процессоры 12-го поколения, дисктопные. Что между процессорами K и не K теперь большая разница, начиная с i5. У процессоров без K нет энергоэффективных ядер. В презентации Intel использовали слайд с указанием, что чипсет H610 поддерживает один канал памяти, все остальные два. Я уточнил у Intel, так ли это. И мне сказали, что формулировки для презентационных слайдов пишут маркетологи и дизайнеры. Поэтому могут возникать вот такие вот казусы. Канала поддерживается, как и прежде, два. Все в порядке. С точки зрения потребителя, у AMD презентация была чуть более воодушевляющей. Не обошлось без подколок в адрес Intel. У нас, говорят, AMD все ядра и экономичные, и производительные. Нам их не нужно разделять. Но тут они заигрывают, конечно, со своим потребителем и поддерживают настроение. Хотя сама идея иметь очень маленькие, не занимающие много места на чипе ядра, которые выполняют всю фоновую работу, ну, как минимум, интересно. Сейчас Intel подводит только управление потоками. Директор работает на полставке, в общем. При всех таких вот шуточках, по первым данным, сами AMD собираются перенять эту идею по-своему. Приоритетные ядра и экономичные ядра, но все одинаковые, с применением V-cash. То есть поработали на публику, но работают в том же направлении. Вот почему бы Intel не показать свою десктопную видеокарту и не сказать. Она у нас и вправду есть. Ждите в этом году. Этого было бы достаточно для того, чтобы взбодрить людей. Ведь, по сути, AMD так и сделали, показывая новое поколение Ryzen. Они будут в конце года, но, типа, ждите, не ведитесь на Intel. Ну, вот посыл такой. В конце концов, CS это потребительская выставка. Тут обычно все для конечных потребителей, а не для партнеров по бизнесу. Именно поэтому я не понимаю, на кого были нацелены вот длиннющие, пространные выступления Nvidia и AMD по поводу автономного вождения. Значимую часть того, что показывают, только испытывают, и не ясно, когда это будут внедрять. Это мы что, должны прочувствовать, что тот или иной бренд работает с Intel или Nvidia, поэтому должны ему довериться, так что ли? Ну, они ходят с презентацией на презентацию. Вот BMW, например, в прошлом году говорили и на Intel на одном мероприятии с Nvidia, на другом про автономное вождение. И что после этих выступлений становится ясно, это то, что автомобили, электромобили и автономное вождение это то направление, которое в будущем будет кормить и Nvidia, и Intel. И они уделяют этому чуть ли не больше времени, чем всему остальному. Nvidia про 3050 даже ничего не показали, лишь только сказали вскользь. Кому это вообще нужно? Mercedes в те же дни показывает EQXX. Как здорово и свежо владеть электромобилем. Но пока на мой единственный вопрос ответа нет. Если все завтра побросают ДВС и купят электромобили в кредит на 100 лет, где все это заряжать и как долго? Даже при заправках на 400 вольт и 300 ампер неполный заряд больше чем за полчаса. И не станет ли электричество при этом на электрозаправках вот таких вот при массовом наплыве таким же дорогим, как сегодняшнее топливо? Еще на тему автомобилей BMW марка, который я и не мог пропустить, показывает iX Flow. У этого чуда, скорее всего, нет будущего, но очень занятным. Долой краску. BMW предлагает покрыть все дисплеями с электронными чернилами и инк. Народ стал меньше читать. Читалки с электронными чернилами переживают не лучшие времена. В гаджетах всяких используются эти электронные чернила, но не так, чтобы повсеместно. А тут непаханное поле. Пока предложили монохромный вариант. Можно сделать автомобиль по желанию водителя и белым, и черным, и любого оттенка серого. Можно пустить какие-то анимированные узоры. Вот я бы поставил рекламу своей компании на автомобиль, и оклейка не нужна. Цветные варианты, ну, в электронных чернил, как вы знаете, тоже, в общем-то, технически возможны. Поэтому вопрос тут стоит не в этом. Мне, например, интересно, что будет прописано в СТС, и как это будет с точки зрения закона. Интересно, какие последствия будут с этим покрытием при столкновении с камешками на трассе или прочими происшествиями. В общем, то, что полностью покрытый таким образом автомобиль будет, я пока сомневаюсь. Но частично вполне возможно. Теперь к презентации MSI Asus. Ноутбуки стали для обеих компаний основой выступлений. Как, в общем-то, и для AMD и Intel, и, может быть, даже Nvidia. Может быть, это и удивительно, но ноутбуки сегодня самый быстрорастущий формат персонального компьютера. Рыночек порешал. Ответная реакция на ситуацию, в первую очередь, с видеокартами. Если Asus пошли по ставшему уже для них традиционному пути экспериментировать с формой и показывают что-то новое, хотя к этому мы еще вернемся, то MSI не придумали ничего лучше, чем заняться словоблудием. Ноутбуки готовы к метавселенной. Совместимые с метавселенной ноутбуки. Уверен, что многие из наших зрителей просто поразбивали себе лица фейспалмами во время оригинальной презентации. Если ее смотрели, конечно же. Слова, которые сейчас в тренде, MSI решили использовать в своей презентации лишь для того, чтобы повысить актуальность своих моделей. Ведь, по сути, ничего нового нет. Апнулись железки на новый уровень и привет. Круче всех, кстати, на этом хайпнул Square Enix, написав открытое письмо, что игры в игры нужно тащить NFT, блокчейн и крипту. И думать об играх как об удовольствии пора завязывать. Начинайте ходить в игры на работу. Написал вот, пословоблудил и акции поднялись. Попал в цель, так сказать. Трейдеры увидели трендовые слова. Вернусь. Жидкий металл. Да, это для MSI новинка. Но я пропустил при составлении краткой версии, что жидкий металл будет только для старших процессоров i9. Тут у меня есть тоже несколько вопросов. Почему жидкий металл только на процессоре, а на видеокартах по-прежнему термопаста? Тот же вопрос, в общем-то, и Касус, на самом деле. Они говорят, жидкий металл не только лучше отводит тепло, систему не нужно обслуживать. А как же видеокарта? Она используется в игровых ноутбуках больше, чем процессор. От нее не нужно, что ли, отводить эффективно тепло? Нужно признать, что у вас жидкий металл в рог на процессорах и на видеокартах AMD, а на NVIDIA термопаста. И как же обслуживать? Замените эту термопасту, если вы говорите не разбирать систему, потому что на заводе сложный процесс нанесения металла. В общем, одни вопросы. Когда ты покупаешь устройство на год-два, как бы тебя это не волнует. Но большинство пользуются такими устройствами значительно дольше. Да и сам жидкий металл не панацея. Если система охлаждения не справляется, металл не спасет. Ну, теперь к новым формам Asus. Выглядит все действительно интересно. 17-дюймовый Fold, продолжатель идеи Lenovo ThinkPad X1 Fold. Они все Fold. 13-дюймовый Lenovo стоит в среднем около 290 тысяч рублей. Сколько же будет стоить 17-дюймовый ZenBook? Устройство явно не для масс. И похоже, что его в финальном-то виде еще и нет. На презентации показали только 3D-модели. Я все ждал, когда его вживую покажут, покрутят в руках. Но нет, фоточки и моделька. XS не успели. А вот маленький Z13, который стал планшетом, это, знаете ли, MotherShip, только в уменьшенном формате. У Asus есть такой, типа моноблок, за полмиллиона, если я не ошибаюсь. Ничего давно про него, правда, не слышно. Не зашел, что ли? В общем, к нему вопрос такой, а как его в руках держать во время максимальной нагрузки? У меня был X13, и это, знаете ли, горячая штучка. Пока на столе стоит, пофиг. Когда держишь в руках в режиме планшета, еще неизвестно, удержишь ли. Ну, горячо, действительно. Просто опять туда вкорячили старший процессор, непонятно зачем. Все же тренд на миниатеризацию, он идет впереди возможностей чипмейкеров сделать нужный для таких форматов чип. Но время и тесты покажут, как дела обстоят на самом деле. Важное наблюдение по дисплеям. Производители ноутбуков собрались ставить теперь хорошие дисплеи. Опять же, только в старшие модели. В средних непонятно, что будет. Может быть, просто останутся без изменений. Но вот заметно, что начинается оледниковый период. И в ноутбуке, и в компьютерные мониторы теперь устанавливают OLED. Кому-то нравится, кому-то нет. Тут ничего особенного не случилось. Просто те, кто может потратить много денег и хочет OLED, теперь могут это сделать. А кто не может, не хочет и хочет IPS, VA или TN, может оставаться на этих мониторах. Их еще долго будут производить. Совершенно точно. Тот, кто не хочет ставить над собой эксперименты, OLED сегодня не купит. Через несколько лет первые владельцы, или уже вторые, расскажут, выгорает или нет, остаются ли фантомные изображения или нет и так далее. И будет понятно, стоит ли всерьез рассматривать OLED для мониторов или нет. Монитор это то, что с нами надолго. И выбор должен быть осознан. Сейчас в продаже есть масса интересных моделей мониторов. В Ситилинке я постарался подобрать для вас интересные модели, как с высокой частотой развертки, так и с стандартной, но более точные в отношении цвета. Ссылки на те мониторы, которые я подобрал, в описании к этому видео. Переходите по ссылкам, так вы ознакомитесь с этими моделями и поддержите наш канал. Быть может, вы что-то из этого как раз подбирали и собирались покупать. Спасибо. Что у нас в сухом остатке? Вот так вот, глобально. OLED-мониторы грядут. Это уж совершенно точно и ничего не поделаешь. Нравится это, не нравится, не важно. Они будут на рынке. Вычисления уходят в облака и дальше нам нужны уже новые стандарты связи. Ноутбуки, чуть не забыл, да, ноутбуки, конечно же. Кому они нужны, эти ноутбуки? Но между тем, все, кто хоть как-то связан с ноутбуками, посвятили основную часть времени своих докладов именно ноутбукам. Ну, на этом у меня, друзья, все. Пока.